Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 35. Вода из воздуха. Получать чистую пресную воду из воздуха предлагает нидерландская компания. Работает всё очень просто. Воздух охлаждается через теплообменник и происходит естественный процесс конденсации. Но в отличие от других разработок, голландская собирает воды больше, ежедневно до 20 тысяч литров. Технология представлена в павильоне лучших практик. Для работы установки не требуется городских электролиний. Всё работает за счёт ветрового генератора. Для стран, не имеющих доступа к питьевой воде, это лучшее решение. Определённые машины отвечают за работу этих процессов. По этой причине им нужно электричество. Электричество получается от ветерной турбины. То есть ветерная турбина начинает работать, генерируется электричество. Эти машины постепенно эти процессы осуществляют, чтобы именно очистки, дистилляция воды, минерализация и получение чистой свежей воды. Само устройство легко транспортируется. И установить его можно где угодно. Выпускающая эту технологию компания представляет также разработку по очистке загрязнённой воды. Принцип здесь почти тот же. Солёная или грязная вода испаряется, и после процесса конденсации снова получаются капли воды. Технология может очищать 150 тысяч литров воды в день. Разработка успешно опробирована в Квейте и в Нидерландах. Колонны древнего города Петры встретят гостей Экспо в павильоне Иордании. Останки цивилизации до нашей эры в этой стране пользуются огромным туристическим интересом. Поэтому и в Астане туристов встречает этот исторический памятник. К слову, он является одним из чудес света. Посетители павильона подробно могут ознакомиться с информацией о секторе промышленности, науке и сельского хозяйства. Удивительно, что страна является лидером по выращиванию фиников. И это благодаря разведению редкого сорта этого плода. В год здесь собирают 25 тысяч тонн фиников. Возможно, такой показатель связан и с тем, что на иорданской территории большая солнечная радиация. Многие объекты и организации в Иордании используют солнечные панели и солнечную энергию. У нас есть университеты, где крыша полностью покрыта солнечными панелями. И это позволяет полностью обеспечивать их энергией. Также у нас есть солнечная станция ШАМС. Она вырабатывает 35 мегаватт электричества. Эта энергия используется для заводов. Позабавить гостей павильона могут и пески Иордании. Цвета их переливаются различными цветами радуги. Здесь есть алые, розовые и красные пески. Песочные мастера тут же смогут вам изготовить из них картину. А рисуют свои творения художники не на холсте, а в стеклянных вазах. И это действительно впечатляет. И на десерт. Вкусное блюдо от итальянского шеф-повара. Сейчас в Гасте-экспо будем готовить один десерт, который часто в Италии приготовим в регион Пуля. Основные ингредиенты здесь мусс, ягоды и вишневый сироп. Чтобы приготовить не только этот десерт, но и многое другое для гостей Экспо, Массимо был приглашен из Праги. Молодой повар успел поработать в ресторанах многих стран. Он уверяет, что продукты и есть то, что определяет культуру каждой страны. Гость рассказывает, что на его родине в Италии каждый регион имеет свое традиционное блюдо. У нас есть 20, минимум 20 разных кухней. Потому что, если, например, в Наполе готовится пицца, как традиционное блюдо, в Милану готовится ризотто, как традиционное блюдо. Ну, понятно, все эти блюда вмещены в каждый регион. Ты найдешь спагетти в Наполе и найдешь пиццу в Милану, это понятно, да? Ну, у каждого региона есть свои традиционные блюда, которые не поменяются. Сто лет назад, сейчас они тоже самые. Страсть к кухне у него появилась еще в детстве. Ресторан дядя был рядом с его домом. Позже были кулинарные школы Лондона, Парижа и Милана. В Казахстане он научился готовить главное национальное блюдо – мясо по-казахски. Кухня каждой страны отличается ингредиентами, но все-таки есть самые распространенные. И это помидоры, мука и рис, рассказывает Массимо. В рамках международной выставки 15 июля на площадке у монумента Байтирек пройдет Экспо-фэшн-фест. В этом событии примут участие ведущие модельные агентства и дизайнеры Казахстана. А 18 июля на велотреке Сараарка пройдет концерт K-Culture Party – самое большое культурное мероприятие Экспо в рамках недели павильона Кореи.